Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света и сегодня я снова в компании Никиты и Устины И важная информация для тех, кто не смотрел нас вчера Мы с ребятами по-прежнему находимся в стране безопасности Где учимся правилам безопасного поведения И стараемся объяснить вам, наши маленькие телезрители А еще это конкурс Каждая пара соревнуется на протяжении 4 дней Сегодня у вас уже третий соревновательный день Пока лидирует Никита У него на одну фишечку больше, чем у Устины 25 и у Устины 24 Итак, пора приступать к нашим испытаниям Вы уже, наверное, знаете, что любое, ребята, природное явление Будь то холод или жара Таит в себе определенные опасности Вчера мы с вами говорили о солнце И о том, как себя вести, если вдруг с вами случился солнечный удар А сегодня я предлагаю поговорить о морозе То есть переохлажденный, например, ты упал в воду И там нельзя находиться более там какого-то времени До исхода этого времени надо обязательно выбраться Или это будет... Никита, ты сейчас уже все расскажешь до начала соревнований Да, именно об морожениях, о холоде, о морозе мы будем говорить сегодня Хоть до мороза еще далеко, но, как говорится, готовь сани летом Летом, правильно? Итак, время нашего первого конкурса, ребята Это будут снова загадки, но его условия немножечко меняются Поскольку вы очень серьезные соперники И время приближается к финалу Я немножечко усложнила этот конкурс Отгадку вам необходимо будет... Слово отгадку вам необходимо будет собрать Вот из этих букв карточки Расположить на доске И составить слово Тут очень важное обстоятельство, ребята Если вдруг вы сделаете ошибку, неправильно отгадаете То у вас не будет возможности правильно в дальнейшем отвечать на загадки Поэтому будьте очень внимательны Первая загадка Отгадка Слово отгадка Будет состоять из четырех букв Поскольку такое усложненное немножко у нас задание То за каждый правильный ответ Я вам буду давать уже не одну фишку, а две И за скорость одну фишку Все ясно? Три фишки Да Итак, ребята, всего загадок будет три И сейчас я начну читать первую Но прежде чем я начну, подходите, как каждый, к своей доске Итак, первая загадка Кто в дни болезни всех полезней И лечит нас от всех болезней Ребята, не смотрим, не подсматриваем ни в коем случае друг у друга Делаем все на честность Кустина, не смотрим Сейчас, ищу вы Никита, а что ты там делаешь? Все Все Важное обстоятельство прозвучало, Никита Я говорила, что отгадка слова будет состоять из четырех букв Поэтому никакого мягкого знака искать не нужно было Ну, тем не менее, ты ответил правильно Единственное, что за счет того, что ты все-таки пытался найти мягкий знак Устина тебя опередила Поэтому три фишки Устин Устине я вручаю и две тебе за правильный ответ Так Слушаем вторую загадку Второе слово, отгадка, будет состоять из пяти букв Слушаем Скажите, кто так вкусно готовит щи капустные? Пахучие котлеты, салаты, винегреты Кто так вкусно готовит? Молча Не забывайте мне, как справитесь, давать знать, что вы справились Лев справился Так Отлично Правильно, ребята, вы отгадали Это действительно повар Так, поменялись вы Равно еще Никита за скорость получает Три фишки А Устина за правильный ответ Две фишки Так, три и две в эту коробочку Итак, ребята, последняя, третья загадка Отгадка будет состоять, слово отгадка Из семи букв Загадка Мы учим детишек читать и писать Природу любить, стариков уважать Кто учит детишек читать и писать? Ну, 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 кто же, кто же, кажется Быстрее Мягкий знак Все Готов Готов Одновременно Отлично Усти не дам за скорость Потому что все-таки чуть-чуть быстрее Еще знаешь что, Никит, почему? Ты две буквы почему-то Это, наверное, для того, чтобы так торопился быть Хотел был первым Не в ту сторону А, Е уже повернул, да? И мягкий знак тоже, Никит Это Р Это Р у тебя вообще Это не мягкий знак Итак, кто у нас учит читать и писать? Читаем Учитель Учитель, конечно, учитель Присаживайтесь, ребята Отгадали загадку правильно? Никита, держи за правильный ответ Две фишки Устина чуточку была быстрее Совсем чуть-чуть Поэтому три фишки Устини Итак, ребята, первый конкурс завершен Давайте посчитаем, сколько фишек заработали Никита, считай Считай, сколько там ты Удалось тебе заработать? Семь Семь у Никиты И у Устины восемь Отлично Первый конкурс завершен Семь-восемь Хорошо Итак, ребята Сейчас нам с вами предстоит встреча С нашим хорошим знакомым Детским доктором Артемом Витальевичем Он уже с нами на связи Ребята, привет! Привет! Я очень рад нашей новой встрече Все мы знаем такую пару года Под названием зима Это снег, Новый год, санки, лыжи и снежки Это положительные моменты Но бывают и минусы Ребята, а хотя бы раз вы ощущали, что ваши руки замерзли И как вы думаете, что надо делать, когда человек сильно замерз? Никита, мерзли у тебя когда-нибудь руки? Да, я знаю, что при этом надо делать При руках их надо потереть А если сам человек замерз, сделать зарядку Например, там, бег на месте, прыжки Вот так, например Хорошие у тебя способы согреться Молодец, так, принимается Устин, а ты что дополнишь? Одеть варежки или уйти в дом Да, самое простое, это, конечно, если есть под рукой одеть варежки Тогда будет наверняка тепло Хорошо, слушаем дальше, дядя Ребята, первая помощь при обморожениях заключается в следующем Вначале нужно уйти в более теплое место Так как на морозе растирать место обморожения и греться бесполезно Закрыть обмороженное место сухой повязкой И, конечно же, выпить теплое и сладкое питье Чтобы согреться изнутри А вот что при обморожении делать категорически нельзя Растирать обмороженное место, особенно снегом А еще нельзя сразу же согреваться у открытого огня или плиты Это может повредить кожу А на сегодня это все Берегите себя и помните, что здоровье – это самое главное, что есть у человека Никита Устина, вот и третий наш конкурсный день подходит к завершению И осталось у нас сегодня всего лишь одно испытание И сейчас мы проверим, как внимательно вы слушали дядю доктора Конкурс будет называться ТОП-ХЛОП Он очень похож на тот, который мы уже играли Зелено-красный наш конкурс, когда карточки поднимали Здесь я тоже буду читать высказывания Если согласны, вы должны будете топнуть ножками, ногой Если не согласны, то хлопнуть в ладоши Ясно? Итак, для того, чтобы это испытание пройти Вам необходимо встать Встаем Итак, первое выражение Если сильно замерз на морозе, растереть замерзшее место снегом Правильно Правильный ответ Растирать ни в коем случае нельзя А если замерз, нужно срочно попасть, постараться в теплое помещение Никита ответил правильно Никита был быстрее Никите две фишки Устина ответила тоже правильно Поэтому получает фишку Вторая фраза Если сильно замерз, надо скорее уйти в теплое место Ой Да, Никита оказался прав И быстро, и быстро, и прав Две фишки Никита, держи Устинушка, будь, пожалуйста, внимательна Я, потому что дело к финалу Третье выражение Сразу после, сразу же после обморожения Можно согреваться у открытого огня или плиты Я? Правильно, правильно Правильно ответили Действительно, у плиты согреваться нельзя Можно повредить обмороженную кожу Так, быстро и правильно Хорошо, Никита И последняя фраза Устинушка, я желаю тебе успехов Ну, Никите, конечно, тоже Но ты давай-ка его догоняй Итак, последняя фраза Здоровье – это самое главное, что есть у человека Ой Никита, быстро и правильно Две фишки снова тебе Теперь давайте считать, сколько сегодня заработали фишек Сколько же, сколько же Так, у Никиты до этого было 25 фишек А у Устины 24 А сегодня Устинушка, сколько? Девять Девять у Устины Раз, два, три Итого 33 И Сколько там у нашего Никиты? Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать И пятнадцать у Никиты И у Никиты того сорок Ну что, Никита Устина Третий день сыгран Фишки подсчитаны Впереди Никита, у него сорок Немножко от Никиты отстает Устина Тридцать три Но огорчаться рано Потому что впереди финал И там ставки вырастут Фишек будет возможность заработать намного больше Итак, ребята, на сегодня все Готовимся Завтра финал До встречи в нашей стране безопасности Пока-пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok